От старого здания школы не осталось и следа. За пять месяцев здесь появились корпуса новой современной школы на 400 мест. Строительные работы не останавливаются ни на минуту, ведь уже к началу следующего года она должна быть открыта. Такую задачу мэрия поставила перед подрядчиком. Тем более, что средства на возведение школы и ее оборудование есть. Деньги выделены из края и городского бюджета. Мы в обязательном порядке, при любых условиях, с этим, либо с другим подрядчиком сдадим вовремя школу из самого высокого качества. Только в этом году, как вы знаете, мы недавно ввели в эксплуатацию к первому сентября школу и детский сад на верхней беранде. Вот к концу этого года вводим в эксплуатацию детский сад в ЛАО и вводим в эксплуатацию школу в селе Веселое в Адлерском районе. Вот четыре объекта. Открытие 84-й школы люди ждут с нетерпением. Сюда будут ходить не только жители Совет Кваджи, но и Аше, Вишневки, микрорайонов Пионер и Зорницы. Кроме того, в отличие от старой, школа будет оснащена современной техникой. Появится много учебных кабинетов, актовый и несколько спортзалов. В старом здании нам не доставало ни спортивного зала, отсутствовал актовый зал, столовая была в приспособленном помещении. Наличие кабинетов. У нас было всего восемь учебных кабинетов. Новая школа рассчитана на 400 мест, а значит, обучаться дети будут только в первую смену. Вторую половину дня задействуют для доп. образования. Продуманные и подъездные пути к школе, предусмотрены парковочные места. Кстати, в следующем году начнется строительство еще трех школ на Мамайке, в Дагомысе и в Центральном районе Сочи. Татьяна Говоркова, Арак Таян, телекомпания ФКТ.